Добрый день на РБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Гранд Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Предприятиям легкой промышленности республики выделят субсидии на закупку сырья и материалов до 150 миллионов рублей. Как объяснили в региональном Минпроме, бюджетное сигнование на эти цели переориентировали с программы субсидирования оборудования. Кроме того, с учетом санкций и прекращения поставок продукции из европейских стран ведется работа по поиску новых каналов снабжения. В качестве партнеров рассматриваются Турция, Китай и другие страны Азии. Финансовую поддержку в 2021 году получили 74 предприятия легкой промышленности и 56 предприятий лесопромышленного комплекса на 195 миллионов рублей. Первый в Башкортостане электропоезд «Ласточка» отправился по маршруту Уфа-Приютово. Осмотреть состав приехал и глава Республики Ради Хабиров. За счет скоростных характеристик электрички время в пути сократится с 4 часов до чуть менее 3. В новом подвижном составе более 400 сидячих мест, а также повышенный уровень комфорта и безопасности пассажиров. В частности, он оборудован климатической системой, видеонаблюдением, а также противопожарными дверьми. В Уфу «Ласточка» отправилась прямиком с конвейера. Ее сборка завершилась 18 марта. Очень надеемся, уважаемый Вячеслав Витальевич, что такой же красавец у нас побежит и поедет на восток, так называемый «Восточный экспресс» до Белорецка. Вы знаете, уважаемые уфимцы, что мы очень работаем над большим проектом. Это огромный проект, он займет долгие годы, но его тоже надо сделать, так называемое «Уфимское железнодорожное кольцо». Поэтому планов у нас очень много, мы уверенно смотрим в будущее. Ежедневно «Ласточка» будет курсировать в обоих направлениях. Стоимость билета составит чуть больше 500 рублей. При этом действуют все федеральные и региональные льготы. Вы знаете, когда мы запускали 31 января «Западный экспресс», среднесуточный пассажиропоток составлял всего лишь 215 человек. Но мы верили, что это проект успешный, и сегодня уже на пассажиропоток составляют 286 человек. А с приходом на этот маршрут «Ласточка» я уверен, что мы перемахнем 400, потому что это уникальный подвижной состав. Напомню, что маршрут «Уфа-Приутова» открыли в январе текущего года. С момента запуска «Западный экспресс» перевез уже более 12 тысяч пассажиров. Другая популярная электричка «Уфа-Кумертау» запущена в апреле прошлого года. А в сентябре поезд стал ездить до Оренбурга и обратно. К российской программе молодежного и студенческого туризма в этом году подключится Башкирский педуниверситет. Он станет вторым республиканским вузом в проекте. В прошлом году в пилотном этапе участвовал только Башкирский госуниверситет. Как рассказали в вузе, в августе республику посетили 16 студентов из Нижнего Новгорода, Самары и Тюмени. Стоимость тура «Открываем Башкирию» с продолжительностью 6 дней и 5 ночей для участников программы составила 10 тысяч рублей. Цена в себя включала проживание, трехразовое питание, сопровождение гида и экскурсию по республике. В рамках тура гости посетили Шимбайский, Салаватский, Стерлитаманский, Белорецкий районы, геопарк Таратау, совершили восхождение на Айгир. В свою очередь студенты Башкирского вуза отправились по данной программе в республику Алтай. В этом году работа в рамках программы расширится. В Башгу сделают акцент на двух вариантах туров. Культурно-познавательный или рекреационный туризм. Молодые ребята, которые выбирают это направление, смогут повысить личностное и культурное развитие. Второе направление – это профориентационное. Ребята, которые выбрали это направление, смогут изучить новые специальности. Возможно, у них возникнет желание изменить направление обучения, ну и, конечно же, повысить свои навыки. На сегодняшний день у нас есть договоренность с Мордовским государственным университетом. Ребята планируют приехать к нам в июле месяц организованной группой. Одновременно проживание в общежитиях гостиничного типа предполагает размещение до 30 человек. Напомню, программа молодежного и студенческого туризма стартует в стране с 1 июня и в этот раз значительно расширится. В нынешнем году участие в проекте принимают 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года. Воспользоваться возможностью теперь могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, а также трудоустроенная молодежь до 35 лет. Уфа заняла шестое место среди российских миллионников по комфортности для проживания. Лидерами признаны Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в первой пятерке Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Индекс качества городской среды по итогам 2021 года рассчитал Минстрой совместно с Дом РФ. Причем все города Башкортостана вошли в список населенных пунктов с благоприятной средой. В целом по стране их доля за прошлый год выросла на 10% пунктов до 44%. То есть почти каждый второй город признан комфортным для жизни. К 2024 году согласно федеральному проекту формирования комфортной городской среды, доля городов с благоприятной средой в России должна вырасти до 60%. А к 2030 году уже до 80%. В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар растет, евро продолжает снижение. Американская валюта поднялась на 1 копейку. Курс 83,42 рубля. Евро опустился на 34 копейки. Курс 92,14 рубля. И лучшие предложения по обмену к этому часу. Покупка доллара в Солидбанке за 82,15. Продажа в БКС Банке за 91,40 рубля. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Солидбанке за 91,10. И продажа в БКС Банке за 100,58 рубля. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова